привет дорогие мои привет привет у меня сегодня обалденный грибной супчик и оливье с тунцом я кстати впервые увидела этот рецепт я поняла что он обжариваете лук на глубокой сковороде добавляйте добавляйте морковь обжарилась добавляйте грибы обжарились добавляйте чесночку давленого приправы куркуму все это обжаривайте 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 добавляйте бульон туда же бульон или просто водичку как вам нравится опять же кипятите можете добавить взбитые яйца а можете творожный сыр как вот у нас филадель я и то и то сделала я и 2 яичка сбила добавила и добавила творожный сыр филадельфия обалденно просто и вкусно а этот решил оливье сделать впервые с рыба именно с рыбой с тунцом консервированный не варила ничего консервированная мягкая такая сам тунец он ведь как мясо мне кажется вкуснее чем с мясом а и 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 кто-то написал мне вопрос по поводу А, вместо картошки я положил кабачок Вместе с грибами Кто-то писал мне вопрос Типа Какое у вас жилье в вашей жизни было? Ой, блядь Никакого До нашего Жилья, который нам купили родители И которые мы потом реставрировали У нас были Квартира дядькиной жены В которой мы жили Но всем казалось, что мы всем за это должны Общага Шесть квадратных метров Лёше дали Ну, как бы, как милиционеру, так скажем Вот Потом, чтобы получить квартиру 12 Комнату 12 квадратов Комендантши я не помню Месяца три, наверное, носили взятки, блядь Не деньгами именно, а Там папа из-за границы мой привозил Вещи, всякую херню И потом она нам дала комнату Разъебанную всю 12 квадратов Лёша сделал ремонт Я не представляю сейчас моих детей В такие квадраты Алисе, по-моему, даже Её квартира иногда маловато, да, Лёшенька? В шесть квадратов она бы Вряд ли потянула А потом мы поняли Что мы сделали ремонт И комендантша очень хочет эту комнату назад Уже с ремонтом Уже кому-то подороже сдай А чё с нас? Мы же голодранцы были Ну, коменда там имела, бля Там, наверное, в счетах денег было Я вообще Ну и позвонили родителям Мам, ну, а бабушка жила в двухкомнатной квартире Давай как-то бабушку в однокомнатную Может, нам что-то И купили за 4000 долларов руины Земли нормально Сколько там у нас было? 15 соток или сколько? Никаких строений вообще Туалетов, сараев, ничего И пол дома Полуразрушенного Ну, вы знаете, мы были счастливы Мы были счастливы Я до сих пор помню, как я сидела на этом крыльце разрушенном Смотрела на землю перед домом Смотрела на огород И думала, блин Это всё моё Ну, наше Ничего себе Казалось, мы так быстро всё починим Мы так быстро всё отреставрируем Лёша, который вытаскивал каждую драночку Из каждой гнилой Этот Гвоздик выравнивал Ещё говорю, что ты выравниваешь? Мы их купим, они стоят 3 копейки Ну, в отличие от меня Лёшенька уже занимался стройкой с мамой Пожизненной Поэтому для меня Казалось Господи, какие-то гвозди сохранять Для кого? О май гарабл А потом выяснилось И гвозди стоят денег, блядь И цемент стоят денег Таких, что мы даже иной раз заработать не можем Пол жизни отстраивали этот дом Я очень рада, что наши дети этого не знают В смысле, они знают Как мы это всё отстраивали Но я имею в виду, что сейчас Они хотя бы для себя Не бегают по общагам Не прогибаются они под какими Вонючими продажными комендантшами Ну, там, скорее всего, комендантша Платила ещё кому-то выше Потому что её скинуть долго никто не мог Она сидела там, как монолит Половина комнат, которые должны были Выдаваться студентам А это был Сельхозуниверситет, да, Лёша? Что? Общага от сельхозуниверситета Там половина была продана Не русским Армянам, грузинам, узбекам Там всем Ну, короче Некоторые А, ну это, наверное, её заставляли, мне кажется То есть некоторые беженцы Тогда очень сильно, когда мы жили, бежали люди с Казахстана Русские Продавали своё жильё И ехали в Россию И вот там несколько семей было Вот таких вот беженцев из Казахстана Да, тётка была прожжённая Ладно, ребяточки, пошли мы работать Пока-пока А вам всем, как жильё досталось? Я вот думаю, что повезло тем, кому родители хоть чем-то помогли с жильём Хоть чем-то Нам там деньгами Руины, не руины Ну, нам было от чего плясать Где строить, где жить А потом рассказать мальчашек про подробности К постройку этого дома Ой, бля Ладненько, пока-пока